Тверской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья сегодня празднует свой день рождения. В этом году учреждению исполнилось 29 лет. Эта организация помогает особенным детям получить необходимые навыки и наладить коммуникацию. Все подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Тверской реабилитационный центр еще в далеком 1995 году являлся уникальным учреждением, так как до его появления не только в Твери, но и во всей России практически нигде не проводилась комплексная реабилитация детей и подростков с проблемами в развитии. Сейчас в центре работают четыре отделения. Медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи, отделение дневного пребывания и отделение для подростков и молодых инвалидов. В честь дня рождения реабилитационного центра ребята совместно с педагогами подготовили праздничную программу. Что дети научились делать хотя бы за этот год? Какие замечательные творческие номера? Какие они молодцы? У нас дети приехали со всех отделений. У нас в центре четыре отделения. Детишки приехали сегодня, чтобы всем родителям и сотрудникам и другим детишкам показать все, что они за этот год достигли. В течение года для ребят проводятся культурно-массовые мероприятия. Утренники, игровые программы, дискотеки, экскурсии и спортивные соревнования. Елизавета Митряева привела свою дочку Ульяну в этот центр, когда ей было всего три с половиной года. Девочка страдает расстройством аутистического спектра. Поэтому особый подход педагогов и коммуникация со сверстниками приносят свои плоды. Сразу почувствовали тепло, доброту и открытое сердца всех сотрудников центра. Очень любим сюда ходить. У дочки видно прям явные результаты, хорошие успехи. И я надеюсь, что к школе прям будут отличные результаты. Тверской реабилитационный центр уже около 30 лет помогает детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья получать необходимые навыки и адаптироваться в обществе. Ведь один из девизов педагогического сообщества таков. Настоящий педагог тот, кто способен спуститься с высоты своих знаний до незнания воспитанников и вместе с ним совершить восхождение. Продолжение следует...